Следующий президент США известен своим скептическим отношением к НАТО. Дональд Трамп объявлял Североатлантический альянс, отживший свой век структурой. Разместить в Польше американский батальон планируется уже при новом главнокомандующем вооруженными силами. Но Трамп предлагал вывести из Европы войска США, если союзники не будут оплачивать их пребывание на своей территории. Его заявления встревожили страны Восточной Европы, которые НАТО защищает от России. Администрация Трампа и такие люди, как Майк Флинн, его главный советник по национальной безопасности, знают, что у них будет достаточно сильная позиция на переговорах, когда дебаты на эту тему начнутся на следующем саммите НАТО в Брюсселе весной 2017-го. Таким образом, я ожидаю, что это будет очень трудный и жесткий переговорный процесс. В штаб-квартире НАТО отметили, что в нынешней осложнившейся обстановке с безопасностью ведущая роль США важнее, чем когда-либо прежде. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг поздравил Трампа с победой на выборах и сказал, что продолжит совместную работу с новым президентом.